Значит сегодня будем монтировать панели на потолок, на стены. Начнем с потолка. В первую очередь отбиваем уровень. Я его уже отбил, вон видите у меня черточки карандашом. Я его делаю лазерным, можете это делать обычным. Нарезал направляющие, у нас они называются 27 на 28 и монтируем на потолок. После того как по периметру закрепили направляющие, нужно вставлять профиль. Вот он профиль, он называется 27 на 60, 28 на 60 не помню. На профиле шаг не меньше, точнее не больше, одного метра я обычно делаю подвес. А между профилями, вот у меня уже на потолке один, между профилями обычно идет, делаю вот так вот полметра шаг. Этого достаточно. И закрепляем трубелями по уровню, также уровень проверяем потолком. В общем профиль все прикрутили, прибили. Дальше отмечаю где будут лампочки, здесь точечные светильники будут. Вот два штуки. И сразу прокладываю провод. Провод уйдет на один светильник. Я применяю свечение 2х1,5 метра многожильника и через клейм на колодку. Ну как гирлянда запролили его. Также здесь параллельно пустил провод на вытяжку. Все. Подготовка закончена. Можно резать панели. И погнали. Вот три панели сделал. Уже рассказывать как я их нарезаю и как прикручиваю на такие вот саморезы с шайбой. В простонародье их называют еще клопы. Делаем отверстие для светильника. Как я уже говорил, может быть вот такой вот коронкой у кого есть. Но если вы делаете это себе один раз, вот такие вот кольца у них вот тут они всегда в комплекте. То есть подкладываете, обводите и вырезаете. Ну а светильник подсоединили. Ушка одна туда. И вторым. Все. Дальше подсоединяется лампочка. Ну сейчас я здесь прикреплю. Заодно и проверим. Он берет светильничек. Ну и все. Остается у нас крайняя панель. Карандашик. Панель я обычно так вот прикладываю к одной стеночке. Вот. Приложили. И здесь отмечаем, где у меня будет труба. Потом рулеткой меряем вот это расстояние. Переносим ее на панель. Делаем вырез. Все. Ну вот панели, как ни странно, закончились. Сразу видно форс-мажорчик такой, да? Получается как? Здесь размеры 180 на 160. И панели считала без меня хозяйка. То есть она их уже купила. А потом только пригласила меня. Но я посчитал по-своему, да? Я рассчитывал, что здесь у меня будет 8 холстов. Я посмотрел в пачке, говорит там 8. 8. А когда открываю, выясняет, что там 7 холстов. И я так понял, она считала вот так вот поперек. Не по вдоль. По входу, как обычно это делается. Да? Вот заходишь. Чтобы швы более-менее в глаза не бросались. Ты как-то это не эстетично. Когда вот поперек они вот так вот находятся. Зрение. Поэтому у нас не получилось недопонимания. Я так понял. Поэтому мне пришлось отступить здесь. И отступить здесь, чтобы не хватило. Но если что, я здесь кусочки добавить могу. Но только для того, чтобы когда плинтус крепить. Он не проваливался. А кусочки все равно видно не будет. Потому что здесь будет панель. Выравниваться. Еще и плинтус пойдет. Он закроет все это. Пойду. Но я все равно так вот не делаю. Я лишнего постоянно беру, чтобы вот это все закрывалось. Просто потом неудобно работать. Ну а так можно сказать, что потолок готов. Будем гнать стены. Начнем мы. Вот как раз с этой стены. Здесь надо будет сажать на профиль. Тут опять же сантехник. Так вот. Опять же все до меня. Но я тогда еще по телефону говорил, чтобы трубы все вровень выпирали. Если мы будем делать стену, я буду в основном плясать от смесителя. И учитывая, что они уже ванну взяли метр пятьдесят, значит мне никак нельзя меньше сделать. А сантехник сделал как-то по-своему вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Зачем вот это вот вытащить сюда надо было. Ну бог с ним, я еще канализацию могу вот обить чуть-чуть, да. Здесь вот можно было тоже край переделать хоть как-нибудь. Хоть повернуть вниз его что-ли. И этот торчать будет. Так что получается он у меня будет вообще в свободном полете. Как видите. Вот так обычно приходится решать проблемы, когда разные сантехники, электрики каждый делает, как ему удобно. А приходит потом дядя Леша и за них все передумывает. Значит так. Сделал я потолок на стене. Ну я имею в виду. Технология та же самая. Также направляющий профиль, который выставлялся по уровню. На том расстоянии, которое мне нужно было. Здесь у меня сто пятьдесят три. Панель сантиметр, панель сантиметр. И сантиметр про запас. Чтобы ванну затолкать смогли. Мало конечно, я бы оставил побольше. Но больше некуда. Так что профиля закрепил, здесь оставил под вытяжку. И принял такое решение, что все-таки не буду я трогать канализацию. Опущу панели прямо до трубы. С маленьким зазором. Здесь, во-первых, будет ванна все закрыто. Дальше пойдет стиралка. Я не знаю, зачем два. Может быть все-таки раковина пойдет какая-то там. Здесь будет закрыто. Здесь будет унитаз. В принципе. А больше никак. Либо, если уж будут вопросы возникать среди хозяев, тогда будем делать еще дополнительный коробок. Только так больше никак. Вот. Тут еще учитывая, что счетчик вылазит. Вот так вот видите. Вылазит кран. Счетчик. Ну а этот кран сейчас закрыт. Он когда откроется, он будет вдоль. Поэтому здесь скорее всего делаю дверцу. Какую небольшую. В любом случае, когда кран будет перекрывать, дверца будет не закрываться. Но это будет очень редко. Говорят, все равно для ремонта. Закрытая дверца, она тут ни в чем. Ну что мы придумаем. В принципе, можно теперь гнать панели. Значит, первую панель подставляем. Я там запил сделал. Под трубу. Ее подставляю. Здесь еще удобно. Спина гипсовая. Можно обычными клопами. Вот на 19 взял. И туда начинаем запенивать. Я уже в своих роликах показывал, как я это делаю. Не в одном. Сзади себя не хочу показывать. Обсуждения будут не по теме. Запениваю. Запенил, запенил так вот. Полосочками. Беру вот такие вот клопы. И пристреливаю. Если стена бетонная, как вот здесь вот, да, несущая, тогда только дюбелями. Ну, дюбель-гвоздь, быстрый монтаж. То же самое. Сверлю, сверлю, сверлю и втыкаю. Вот так. Когда поставлю первую панель, стараюсь верхнюю закрепить сильно, потому что я сразу гоню плинтус потолочный. И здесь попросили сделать не обычный плинтус, а просто стартовый. Будем делать стартовый. Ну, он стартовый. Отпиливаю. Галтель. Карнизный. Потолочный. Как его только не называют. Плинтус для ПВХ панелей. Я его делаю сразу, с тем учетом, что вот здесь вот будет панель, да. Значит, сантиметр займет. Здесь панель. Вот она будет. Заняла сантиметр. И на них идут уголки. Мне нравится на них уголки делать. Не зарезать эти углы, а потом их промазывать там хрен знает чем. А делать уголки, которые специально для этого предполагаются. И поэтому уголки эти занимают по два с половиной сантиметра. Вот из этого делаете вычет и отрезаете. То есть я всегда, если стена готова, стена готова, значит минус пять сантиметров. Если панели нету, то минус семь сантиметров. Ну, лучше миллиметр три-четыре оставлять побольше. Лучше потом ножичком подрезать, нежели будет не хватать. Вот и все. Вот у меня панели дальше готовы. По размеру нарезаны. Сейчас только их вставляй. Вставляем вниз. Вставляем вверх. Подпениваем. Засамореживаем. Вставляем вниз. Вставляем вверх. Ну и короче так далее. Я уже это неоднократно говорил. Особо нового ничего не рассказывал. Единственное, что помещение другое. Может у кого-то такая же будет история. Да, и когда делаем, когда делаем, не забываем про уровень. Вот здесь, например, да, в эту сторону погнал. Мне пришлось сверху срезать сантиметра три, наверное. В отличие от низа. Чтобы у нас вышел более-менее уровень, да. Многие задают вопрос. Ну, в прошлых видео так умничают, да. Я там делаю вот так-то, вот так-то. То есть, они делают, думают, вот такой вот фокус. Берут панель. Вот она, да. С обратно, она прорезает. И можно сделать вот такой красивый заворот. Бывает, где показать. Вот на этом видео скажу. И все думают, ой, да какая-то красота. Смотри, не уклани, еще не надо. Обои прям. Ребята, да, я не спорю. Это когда, знаете, новостройка. Стены все идеально ровно отштукатурены по маякам. Милое дело. Я вот точно так же и делаю. Там прям поставил один по уровню. И пригоняешь потом в другую сторону. И ладно, это еще когда вот такой вот рисунок. Вот непонятный, да. Он, если чуть-чуть прокосится, не страшно. А когда есть горизонтальный рисунок, вы так хрен сделаете. Хрен вы попадете, пока весь круг пройдете и воткнетесь в обратно. Вам либо стены не дадут, либо чуть-чуть уйдете от минуса. Это уже проверено. Здесь? Да не здесь, а вообще обычно. Люди стараются сделать что подешевле и побыстрее. И чтобы меньше это занимало место. Поэтому сейчас стали панели вот уже на стены крепить. Раньше крепили на рейке. На профиля вот до сих пор некоторые крепят. Но когда крепят на профиля, они вот примерно вот так вот от стены занимают. То есть даже вот эта стенка внизу, она идет, если вплотную, то сверху мне пришлось бы отступать где-то сантиметр на три. То есть туда профиль вкладывать. Эта стенка по-другому завалена. И каждый раз я бываю приду, когда люди мне тоже вот смотрите как сделаны без углов. Там даже знаете зарез бывает не вот так вот закругленный, а кромку срезают, да. И чтобы вот вставало прямо вот четенько вот так вот. Ну вот здесь покажу. Вот. Прям вот так вот четенько. Без всяких углов. И опять же я когда смотрю, я вот так вот отрагиваюсь, я чувствую, что там внутри все в профилях. Но если бы я сейчас тоже здесь сделал все в профилях, я бы конечно сделал все по уровню, как вот эта стена у меня стоит. И тогда бы не имел никаких проблем с этим. Вот такой вот вывод. Плинтуса можете даже не прикручивать. Они могут у вас туда-сюда двигаться. Вот как вот здесь вот, да, вот у меня сдвинулся. Я могу сдвинуть туда, вставить угол и зажать его. То есть удобно очень. Ну а с последним чуть-чуть придется помучиться вот в этом углу на работу. Или иногда я, знаете, прихожу не угол в угол панели, а иногда прихожу вот сюда наверх. Когда вот рисунок вот такой вот непонятный, да. Тут под дерево. В ванной под деревом. Тогда я прихожу панелью здесь, прихожу здесь и в середине делаю вставку. Тоненько прорезаю. Ну, покажу все по ходу. На промежуточный отчет. Короче, вот какой-то уголочек получается. То есть эту стеру практически сделал. Вот. Вот. Кстати, вот. Элементарный пример. Накосячил. Пена чуть попала. Но я пену сразу не стираю, если у меня нет ацетона или уничтожителя пены. Если у меня такого ничего нет, я оставляю прямо как оно и есть. И сейчас вот длина подсохла уже. Ну да. Более-менее. И то даже лучше дать получше подсохнуть. То есть, если бы я его прижал и закрас размазал, все, был бы кирдык. А это аккуратненько. Хоп. Ничего не видно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!